Сегодня Азербайджан является членом Мирового космического клуба и укрепляет свои позиции в мировой космической промышленности. О возможностях космического агентства мы поговорим с гостями. Фуадом Кулиевым, научным блогером и популяризатор науки, и также Андрей Емельянов, заслуженный испытатель космической техники. Они у нас на прямой связи. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, Фуадом Кулиевым, начнем с вас. Скажите, вот с какой целью создано это агентство? Хотелось бы поподробнее узнать. Фуадом Кулиевым? Так, у нас пока связи нет с Фуадом Кулиевым. Скажите, вот, господин Емельянов, вот как вы в целом оцениваете сотрудничество наших стран в космической сфере? Ну, хочу начать, наверное, с того, что создание космического агентства, вообще наличие космического агентства, это очень большой шаг. Ну, я так понимаю, в Азербайджане не создается космическое агентство вновь. Еще в советские времена была первая реинкарнация нечто подобного. Было создано научный центр «Каспий» в середине 70-х годов. И сейчас наличие космического агентства у страны говорит о том, что страна достигла достаточно высокого уровня в мировом рейтинге стран. Потому что космонавтика – это передовой край науки, передовой край технологий человечества. И это показатель, это очень яркий показатель, что страна движется в хорошем, в правильном направлении. И вот эти технологии, которые разрабатываются в космонавтике, они дальше служат развитию, такому вот взрывообразному, ракетному развитию всей страны. Ну, почему? Потому что это, в первую очередь, высокие технологии по материаловедению. Нужны очень хорошие материалы, как ракетное топливо, как конструкционные материалы для спутников, для ракет-носителей. Это очень высокие технологии. И эти технологии потом переходят в гражданское, ну, скажем так, условно, вне космическое производство. В частности, развитие топлива, оно дает развитие нефтехимии, развитие химической промышленности. Материаловедение и высокие технологии по каким-то машинным механизмам дают развитие той же самой нефтехимии в части оборудования. Потом энергетика. В космосе очень широко применяется солнечная энергетика, потому что, ну, по-другому там не взять электроэнергию. И вот разработки в области солнечных батарей легко перенесены на земную, ну, вот, в земные технологии. Тот же самый умный город, умная деревня, умный дом с питанием от электроэнергетики солнечных батарей и с технологиями по электронике от, ну, от космических программных решений. Вот. Ну и, на мой взгляд, самая главная космонавтика — это отрасль, которая сближает народы. Космонавты, которые летают в космосе, сейчас на Международной космической станции, вот, в настоящий момент там находится японец, два россиянина, два американца, нет, отставить, японец, россияне, американцы и французы там о песке. Они говорят, из космоса границ не видно, и все мы здесь работаем в единой команде над единым проектом и движим человечество вперед. Вот. Вот. Как-то так. Скажите, вот, а в целом, если говорить вот о перспективах, да, космических исследований в Азербайджане, как вот это оцениваете? А вот посмотрите, еще в советские времена, когда еще не было космонавтики, был такой замечательный пример. Сергей Павлович Королев выбирал место, откуда будут стартовать космические ракеты. Ну, в конце концов, все знаем, что он выбрал место в Казахстане, и там сейчас находится космодром Байконур. А варианты, которые предлагались, это были побережье Волги, потом Калмыкия и Дагестан, то есть побережье Каспийского моря. Это очень интересная площадка для строительства космодрома, либо же для размещения таких объектов, как морской старт. То есть платформа морская, либо плавучая, либо же стационарно установленная на сваях, с которой производятся запуски ракет космического назначения. И вот в этом отношении западное побережье Каспийского моря очень интересно, потому что по стопу, в ту сторону, куда запускаются спутники, расположены, скажем так, пустынные районы, там Каспийское море, и можно без проблем проводить космические запуски. Ну что ж, это все очень замечательно, я благодарю вас, спасибо.